Так, приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я дякую Богу, что у нас получается войти в прямую трансляцию. С Божьей милостей, по милостей Господней, если даст Бог життя. Я думаю, что мы в ближайшее время будем иметь регулярные встречи с вами. Мы будем иметь регулярные встречи на нашей старинке, нашей церкви, и наше всеслужение будем выходить на прямом эфире. И вы прямо увидите, как так Бог нас благословляет. И я сейчас хочу читать одно место, которое говорит Слово Божие. Девица, как там? Я извиняюсь, прямо эфире. У нас нестандартная ситуация. Уже так, я понимаю, уже некоторые люди, я дякую вам, что вы присоединились, но я дома экспромтом вошел в прямой эфир, и даже домашние еще ничего не знают. Думаю, что происходит уже. Бабушка с внучкой, короче, пришла. И дочка, еще не знаю. Одним словом, я хочу прочитать одно место. Друзья, дуже цикаво. Это слово, можно сказать, дает нам натхнение. Натхнение – это будет и собака в эфире. Очень интересно получается. Да, вот кто-то уже дает. Так, Мика, уходи отсюда. Написано так. Я скажу, это пробный, экспериментальный, поэтому, может быть, нюансы. Так что, I'm sorry, извините. Ну, просто от радости, когда я еле искал, шукал. Думаю, ну, как войти? Куда? Я уже в YouTube вошел, уже реку знаю. Я дома делаю экспериментальный, а, даст Бог, житья на работе будет набагато краще. Я думаю, что там будет легче, и мы с вами более близко, я думаю, что пообщаемся. Живое общение набагато краще, чем, ну, когда снято. Ну, в общем, Иисус что скажет? Дуже сильное слово скажет. Все сказали я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорость. Но мужайтесь, я победил мир. Знаете, как велико сказано, как добре сказано. По-другому написано, что, ну, говорит так, мужайтесь, скажите, я победил мир. Это по-украински, скажи, будьте ведважны, я свет перемик. Будьте ведважны. Ця ведвага нас, повинен, я уже перехожу на украинский, должен нас сопровождать. Ведвага, мужайтесь, мужество, он должен нас всегда сопровождать. Где бы мы ни были, как бы мы ни были, он должен сопровождать. В мире, скажи, будете иметь скорость, будьте печалиться, будьте мать и деки, не гораздо. Может, вы не будете так, как вы хотели, но знаете, что Бог вас благословит. Когда вы будете укрепляться в Господе, Бог вам поможет. Дорогие друзья, я благодарю Бога, я говорю откровенно, я благодарю Бога за моих друзей, браты и сестер, которые сегодня порут земную. Когда они рядом, когда дело Божие продолжается. Мика, успокойся! Ну, это наше Мика, вы обожаете. Божье дело продолжается. Когда смотришь тех людей, которые сегодня в слезах, они обращаются к Богу, каются, меняются. Для меня есть великие, ну, я, по крайней мере, я радуюсь тому, да, и дякую Господу, что Бог, девица, пришли люди, да, много приходят людей, они разные, разные эти люди, они есть образованные, есть, ну, они совсем адекватные, всякие люди. Я им, коли пошучу, там, говорю, что некоторые признаки интеллекта это зуб мудрости, и такие попадают. Но это не главное. Главное, когда эти люди приходят, уявить себе, они приходят разные. Вот одна пара, вот всего, я хочу оттуда похвалять, хвалить Господом, но я хочу радоваться с вами. Вот наш повар, да, брат Витя, уявить себе, 21 год провели в тюрьме. После этого Вин пришел, выпивал, кровь, вставал, поднялся, упал, але, оттямився, обратился к Господу, пришел к себе. И что вы думаете? Бог открыл ему глаза, и впоследствии, и впоследствии, он заметил свою половину, 55 роков. Некоторые живут какой-то, определён, 20, 25, всё, жизни нема, всё там, и так, и другую, тысячу причин находят, типа, Бог их не чуит. Слухайте, 55 роков, 55 лет. Можно было подумать, что это всё конец. Ну, слухайте, у них шина начинается, я говорю, жизнь с Господом, жизнь с Богом, и они нашли один одного. Это было в 16-м году, знаете, мы срубили прекрасную свадьбу, это была наша первая свадьба нашей церкви, первый шлюб, и Бог благословил их. Знаете, они венчались в нашей церкви, они нашли один одного, они обрадовались один одним. Как можно молчать, скажите, как можно об этом молчать? Когда ты бачишь, этих двое людей стали одной целой, она пропевала и пропадала, а Бог нашёл, Бог поднял, Бог обмил, Бог очистил, Бог освятил. И Павел говорит, мы ставим новое, творение во Христе Иисусе, древнее теперь прошло, теперь все новое. И благодаря, друзья, благодаря вот этой общении, спелкувании, ци люди сегодня стали членом церкви нашей. Я дякую Богу, благодарю за этих людей, и поэтому надо быть зажди вид важны. Незалежно вид обставины, незалежно какая ситуация, какая обставина тебе будет можливо трошки, ну и смутиться и тому подобное, может быть важна, но возлагай на Господа. Господь наш вчера, сегодня, навеки той самой. Добрые друзья, это было экспериментально первый раз, поэтому звичайно у меня есть много что сказать, але я хочу подивиться, як ця виходит, чи действительно реально это у нас получилось или нет, или я сам себе думаю, что получилось, а самом деле может ничего не получилось. Якщо вы чуете, будь ласка, дайте знать, можливо, якесь там чином, дайте знать, что кто с меня чуек, и действительно наша программа получилась, потому что воскресенье, друзья, наша следующая встреча будет воскресенье церкви Видвага, подвальной церкви Видвага, мистер Ривня. Напоминаю, что наши служения проходят каждый день с понедельника по 15-10 година, в субботу на 11, в неделю 3 часа дня. Вот за неделю, после завтра это получается, после завтра 3 часа дня мы будем с вами встречаться, поэтому хай Бог всех вас благословит, я дякую, что вы не поленились, подключили и думаете, что там робится, тут робится доброе справа, Божье дело продолживается, друзья, Бог благословляет, люди каются, люди меняются, и сегодня мы имаем церковь Господня и радуемся тому. Хай Бог всех вас благословит, самого наикрашшего, с вами был Сану Косян, до следующей встречи. Доброе. Аст ва дзесет, тохтериорни болорит, это на армянском языке, хай Бог всех вас реально благословит. Чего, с Богом!